Евгений Владимирович, добрый день. Вчера одной из самых главных тем для Свердловской области, даже на фоне коронавирусных проблем, стала беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым. Тем более, что и она-то, собственно, была посвящена по большей части именно ходу решения упомянутых проблем, причем с учетом возможных перспектив, пока отнюдь не радужного свойства. Как нетрудно догадаться, глава государства с главой региона общался с соблюдением текущих правил хорошего тона, то есть бесконтактно из самоизоляции посредством видеосвязи. Если не считать приветствий, то, по сути, первым взял слово Свердловский губернатор, доложивший главнокомандующему обстановку на коечном фронте сразу после статистических данных по заболевшим. По вашему поручению, Владимир Владимирович, мы развертываем дополнительный коечный фонд. Согласно плановому заданию до 28 апреля в Свердловской области, должно быть дополнительно развернуто 2897 инфекционных коек. На сегодняшний день развернуто 2187 коек. К намеченному сроку план по развертыванию коек мы выполним. Теперь по аппаратам ИВЛ. Плановый показатель 1013 аппаратов. В наличии по этим койкам у нас на сегодня 491 аппарат. Значит, дополнительно 222 единицы. Мы закрывать эту потребность будем следующим образом. 130 наркозно-дыхательных аппаратов и 262 реанимационных койки с аппаратами ИВЛ временно передаются из других учреждений здравоохранения. 120 аппаратов. Это ближайшая поставка по контрактам, заключенным областным министерством здравоохранения. И 10 аппаратов – поставка федерального Минпромторга. Своевременное исполнение поставок позволит достичь планового значения 28 апреля. Спасибо большое. Надеюсь, вы такими же темпами, набранными на данный момент времени, темпами будете реализовывать план создания коечного дополнительного фонда, специально оборудованного. То, что сделано уже, в принципе, хорошо. Надеюсь, что вы все планы выполните в срок. Не могла, конечно же, и не зайти речь и о том, что именно Екатеринбург на сегодня в пределах России совершеннейший монополист по части аппаратов ИВЛ. У нас несколько десятков их разновидностей, причем собственные разработки, выпускают три предприятия, причем два из них – это гиганты оборонной промышленности. У нас в области расположено три предприятия, которые выпускают аппараты искусственной вентиляции легких, причем поставки уральской техники сегодня идут во все регионы России. Я хочу поблагодарить вас за принятое решение, Минпромторг за активную работу. Мы понимаем, что от работы этих трех предприятий сегодня зависит во многом, как будет сокращаться дефицит аппаратов ИВЛ на территории всей страны. И сейчас мы активно включились в помощь и помогаем переходить предприятиям на трехмесячный режим работы. Увеличили штаты, в том числе в мае количество выпускаемых аппаратом вырастет в разы. Для примера только Уральский приборостроительный завод выпустит 3000 аппаратов ИВЛ и увеличив производство почти в 10 раз. Например, Уральский приборостроительный завод, выпускавший в марте по 10 аппаратов в день, должен поднять объем производства до 100 в день уже к концу апреля. По этому поводу завод объявил о срочном наборе новых специалистов. В количестве около двух с половиной сотен человек. Огласите весь список, пожалуйста. Просим послушать внимательно список вакансий. Может быть, это ваша судьба? Итак, на Уральский приборостроительный завод требуется, причем вот прямо сейчас, слесарь механо-сборочных работ 10 человек, слесарь-сборщик РА и П 78 человек, монтажник РА 32, регулировщик РА 94, а также 18 контролеров сборочно-монтажных работ и 4 контролера станочных и слесарных работ. Продолжая тему ИВЛ, заметим, что 100 таких аппаратов в Китае закупили наши бизнесмены вместе со 110 тысячами тестов, о чем мы уже рассказали сегодня подробно. И это те же люди, что купили на 5 миллионов долларов 4 самолета защитных средств для уральских медиков. Эти люди не остались безымянными. Действительно, наш бизнес откликнулся очень активно и уже на сегодня прибыло 3 борта, больше 30 тонн грузов. Это позволило нам создать запас, запас средств индивидуальной защиты, защитных костюмов. И мы ожидаем в ближайшем будущем еще 2 рейса. Безусловно, я, Владимир Иванович, вам обязательно отправлю фамилии этих людей, которые сегодня активно, безвозмездно помогают всему здравоохранению. Могу сказать, что это Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Анатольевич Казицын, Андрей Моисеевич Симоновский и Союз промышленников-предпринимателей, который в своем составе создал фонд, там больше 30 миллионов рублей. Сегодня мы ищем подходящее оборудование для того, чтобы укомплектовать наши больницы. Прозвучали в беседе губернатора с президентом и слова о планах на приближающиеся майские праздники. Вполне возможно, что мы, свердловчане, встретим их уже с пропусками. Кроме того, мы рассчитываем возможность введения на территории пропускной системы как раз на период этих праздников, когда люди будут находиться дома. И мы прорабатываем с теми предприятиями, которые сегодня работают, в том числе на предприятиях, которым были даны, согласно территориальному принципу послабления, выплатить авансовые платежи по заработной плате, чтобы на майские праздники люди находились дома с деньгами, которые могли бы покупать продукты питания. Напомним, что ограничительные меры, которые изначально сами были ограничены во времени 30 апреля, позже указом губернатора были объявлены бессрочными, то есть действующими до особого распоряжения. И, кстати, вчера же Евгений Куевышев в своем инстаграме ответил, в том числе и на вопрос, который назвал самым популярным из регулярно задаваемых ему. Когда все это кончится и когда ограничения будут сняты? Заметишь, что, в принципе, точную дату назвать попросту невозможно? Он написал дословно. Конец цитаты от Евгения Куевышева. И продолжение его отчета перед главой государства. Вошел в него, в отчет, и рассказ о мерах поддержки нуждающихся семей с малыми детьми, о выплатах самозанятым, о малом и среднем бизнесе, несущем понятные убытки и получающим поэтому кое-какие послабления по налогам и так далее. И о том, как помогают у нас предприятиям выплачивать зарплату своим работникам в этот несладкий период. Должен сказать, что заработал механизм выдачи займов на заработную плату. Мне буквально перед докладом доложили, что уже выплачено из банков 103 кредита, общая сумма 146 миллионов рублей. Это очень своевременно, и я уверен, что и предприятия сегодня рассматривают такой вид поддержки, как один из приоритетных, особенно те предприятия, которые сегодня вынуждены закрыться. А в конце видеообщения Евгений Куйвышев напомнил, что есть и кроме вируса текущие проблемы. Причем не одна. Две просьбы есть, если можно. У нас прогнозируется снижение процентов поступления платежей за жилищно-коммунальные услуги. По-первых, было решено, что жилищно-коммунальный комплекс Свердловщины таки получит на подготовку к отопительному сезону дополнительный 1 миллиард рублей из федеральной казны. А вторая проблема возникла из сочетания двух факторов. Острой необходимости для столицы Урфо все же замкнуть кольцевую автодорогу и сильно разогнавшихся ее строителей, которые готовы осваивать финансирование гораздо больше, чем те же 500 миллионов рублей. Мы в связи с этим просим у вас, Владимир Владимирович, дополнительных финансовых ресурсов в объеме 2 миллиарда 124 миллионов рублей. Это на ускорение темпов реализации строительства и реконструкции Екатеринбургской кольцевой дороги и 124 миллиона рублей на уличнодорожную сеть Нижнетагильской городской агломерации. Реакция Путина была быстрой. Вопрос он решил буквально не вставая с места. Хорошо, хорошо. Вы в целом, в целом, крылья помогают. Хорошо, сейчас секундочку. А у вас не трамп, а у вас не меня нет. Марыш Кириллович, кольцевая дорога вокруг Екатеринбурга. Я сейчас с губернатором Куевашевым обсуждаю эту тему. Вы с ним свяжитесь, пожалуйста, и потом представьте предложение. На первую скидку, какие у вас идеи по этой стройке? У нас выявлено в этом году 500 миллионов на достройку третьего этапа. Они неплохо развернулись. Готовы еще дополнительно освоить. В рамках вашего получения на последних совещаниях мы смотрим с регионами, где можно ускорить работу. В том числе, Екатеринбург поднимает этот вопрос, что при наличии финансирования они могли бы ускорить. Если дадите возможность, мы доработаем вам конкретно до луги. Мы готовы искать возможность, если будет такое получение. Хорошо. И стройку в целом надо поддерживать, людей занимать. И объект очень важный для крупного такого мегаполиса, как Екатеринбург. Поэтому я вас прошу проработать с губернатором и доложить согласованные предложения. Спасибо. Хорошо, Евгений Ильич. Всего доброго. Спасибо вам. Удачи. Собственно, на этом оптимизме и закончилась даже не встреча, а беседа Владимира Путина и Евгения Куйвышева. Но для последнего она как бы продолжилась кратким рассказом о ее итогах на заседании областного правительства, где обсуждались и более рутинные вопросы, и принимались решения чисто тактического характера. Например, касательно подъезда в жилых домов, откуда забирали на скорой людей с подтвердившимся диагнозом COVID-19. «Необходимо подготовить план график дезинфекции всего жилищного фонда, главным образом Екатеринбургской агломерации и тех территорий, где у нас зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Раз в три дня полная дезинфекция на время майских праздников. Необходимо подготовить перечень оборудования. Детсредства, состав бригад – это почти целая войсковая операция». Конец цитаты. Ну а в завершение довольно неожиданное возвращение к теме президента и губернатора. Уже даже не в юмористическом, а скорее в сатирическом ключе. Если вдруг кто не пьет совершенно, или только сегодня вышел из тотальной самоизоляции, такой, что даже новости извне не доходили, мы напомним, что продажа алкоголя в наших краях нынче ограничена по времени, и после семи вечера ни-ни, а то будет бобо. И у некоторых алкоторговцев, у страха глаза велики, вплоть до воспаления чина-почитательства. Губернатора Свердловской области в одном магазине возвели в ранг президента, но хотя бы примерно отражают при этом, от кого исходят ограничения. А вот в другом вообще не поняли, что решение принято на уровне области, а не города. Ну и мэра города на всякий случай подняли до уровня Собянина. Он-то точно губернатор города. Ну, это торговцы. Они, понятно, почему волнуются. Хотя не совсем понятно, ведь известно, что они ж нынче в шоколаде, и их выручка в карантинный период выросла почти на треть. А вот что смущает их, это реакции части журналистского, если можно так сказать, сообщества, а также сообщества экспертного. Почему-то в основном именно те, кто год назад сильно печалился насчет планов постройки храма в как бы сквере, про который все дружно забыли, когда планы эти изменились, теперь тоже крученятся по поводу ограничений с бухлом. Такое же горе у некоторых горе-экспертов, даже у тех, кто трудится на большой должности в Уральском федеральном университете. Мол, покушение это на права трудящихся, и вообще эта затея провалится неминуемо. В общем, горюют почему-то, как тяжкие алкоголики. Как будто есть у них ежедневная потребность часиков, и так в 9-10 вечера метнуться в лавку за добавкой. Нам кажется, совершенно ни к чему переживать за алкоголические ограничения сейчас, когда народ на карантине сидит и тупо бухает. Ну, не весь, конечно. Но так будет еще меньше. Не забывайте, что львиная доля самых тяжких преступлений так или иначе связана именно с бухлом. А по тем же разным причинам, из него же вытекающим, в России ежедневно погибает порядка полутора тысяч человек. Ежедневно. А от коронавируса, ну, на досуге сравните. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!